Продолжение следует... Продолжение следует... И вот я запись слушаю. Скажите меня, почему вы на комиссии интересуетесь квартирами и финансовым вопросом вообще, а не моей головой? На каком основании вы признали меня невменяемым? Значит, по закону комиссия отвечает на вопрос следователя. Это вы на приеме приходите и что хотите, там, рецепт получаете или прочее. Вот. И там была целая комиссия. Они вот мнение свое выписывают, отвечая на вопрос следователя. Вот как посчитала комиссия, так и написали. Валентин Данилович, уважаемый, вот вы говорите, там была целая комиссия. Ну, там была, значит, женщина, она юрист, правильно я, если я не ошибаюсь? И еще врач, значит, второго отделения, нет, третьего. Вы-то что хотите с меня? Нет, ну вы вынесли решение, что я не вижу. Я не могу отвечать на эти вопросы, потому что эксперт должен отвечать на вопрос следователя. А вы свои вопросы задавайте, у вас есть адвокат, вот адвокату задавайте, а не мне. Ну, адвокат вот тоже присутствовал, просто у меня с 10-го года. Ну, адвокат просто посидел, потому что ты боялся один прийти. Вот он и сидел. Адвокат сказал, что Кокотеев боится один, и что его положат опять. Вот. Вот и я разрешил быть адвокатом. Адвокату нет, что делать было там на комиссии. Я вот такого адвоката даже не говорил, что я боюсь, что меня положат. Ну, адвокат мне сказал так. Да, ну, при мне... И следует сказал, ну, сколько вас ждали, вы сколько не ждали, дело лежало целый месяц почти. В смысле, сколько меня ждали, куда я не шел? Пришла, поверьте. Что вы с меня хотите? Нет, ну вы как вот сделали вывод, что я невыменяемый. Сейчас вы понимаете, вот... Ну, я не должен вам объяснять. Это если есть вопросы... Во-первых, там и написано, что вы неуменяемые. Вот. Знаете, что написали? Написан просто диагноз, который у вас стоит в стационаре. И все. И это дается заключение для вас, а для судей. Нет, мне читали просто у следователя заключение вашего, что я опасен для общества и являюсь опасным. Понимаете? Если вам что-то непонятное, вы садитесь со своим адвокатом, и адвокат пусть эти вопросы решает с вами. Но я с вами не могу обсуждать заключение комиссии. Валентин Данилович, дорогой, вот вы мне объясните, я приехал в Курган, да? Значит, на... как бы... чтобы протестовать вашу комиссию. Значит, в Кургане врач мне заявляет, что у меня ВИЧ с 2007 года. Хотя не у вас в карточке его нет. Я в больницу приехал в страхе, даже побежал в поликлинику. В 8-й, 9-й, 11-й годы у меня даже с гепатитой С я снял с учета. А у вас ВИЧ, у вас же ложные вообще вот эти вот были, вот писанина-то вот этого. Она оказалась... Значит, если у нас мы дали ложные сведения, то судья может экспертов посадить в тюрьму. Задача ложных показаний. Я не знаю, как бы я в этом не разбираюсь. Так вам не нужно знать, у вас есть адвокат, который должен этими заниматься. А что вы ссылаетесь на адвоката-то? Я разве не человек, что ли? Да вы человек, просто вы... Вот, у вас не совсем нормальные отношения с вашей женой. Вот. И она решает вопросы в суде. А то, что она вас направила вследствие к нам, это дело в Петру спросить. Почему он направил? Нет, ну вот... Это не у нас. Нет, а Валентин Данилович, вот написали невменяемый, правильно? Не написано там невменяемый. Ну так если я... Вы написали, вы сделали вывод, что меня надо лечить, если меня суд признает виновным. Хотя она в прокуратуре дала показания, что истязаний, побоев не было. Значит, дала, значит, объяснение следователю Опритаевой. Значит, мы спустили, значит, на второй этаж. Ей сказали подняться опять. Ее заперли в кабинете. Порвали первое показание. Есть телефонная запись разговора с следователем. Поэтому эти вопросы решает судья. Мы отвечаем только на вопрос следователя, эксперта. Судья может назначить правонавлечение, может не назначить. Может назначить другую комиссию. Ваше право, есть специальный этот кодекс. Вы можете комиссии нашей не доверять, и ваш адвокат составит бумагу, чтобы вас направили на другую комиссию. Там сделает это самое, сделает. Вот, Валентин Данилович. Вы сами понимаете, что вы говорите вообще о невозможном? То есть, судья... Я говорю так, как положено. Открой, попросил своего адвоката, чтобы открыл статью 46-ю Уголовного кодекса. Да, вот... Вот там все это написано. Валентин Данилович, хорошо. А вот я вам на комиссии даже говорил, что Колосовский Виктор Михайлович, да, покойничек, он занимался вымогательством, значит, я ему как гордые бутылки пообещал, он меня в пятницу отпустил, даже без мамы, хотя даже с мамы не отпускал из этой тюрьмы. Ну, вообще-то нехорошо покойничке говорить. А покойник говорят или ничего, или только хорошее. А ты сразу покойничка обвиняешь в вымогательстве. Выкнил зубы-то, зачем заговариваете? Нет, мы можем говорить обо мне. Я вас вымогал что-то? Валентин Данилович, я ему принес в понедельник, где будет у пикагора, дешево, по 100 рублей, как алкоголик, и коробку конфет. Затем ему это, видимо, понравилось, он вымогал из меня дальше и обещал закрыть на 40 суток, значит, в первое отделение, безвыходное, да. Я ему принес сотовый телефон, потому что я боюсь вашего гестапо. Ну, понимаете, вот у вас, вы считаете, что вы здоровый, да, психически здоровый. Значит, врачи, которые вас смотрели, ставят вам какое-то расстройство. Значит, если вы это, вы имеете право написать заявление кому угодно, хоть самому Владимиру Владимировичу, чтоб вас посмотрела другая комиссия и дала заключение, что здоровы вы или нет. Тогда врачей, которые вам ставили диагноз, диагноз смеют, врачей накажут. Ну, хорошо, хорошо. Такой порядок существует. Конечно, конечно, я понимаю. Ну, вы скажите, вот у вас был Колосовский, Виктор Михайлович, значит, зав первого отделения, правильно, заведующий? Правильно, был. А почему занимался вымогательством у больных людей и писал ложные диагнозы? Вы читали меня, значит, на комиссию, что я, значит, говорил, что я богоподобный. Я такого точно не говорил. А почему такой диагноз был написан вообще? Ну, Жень, ну, это нужно спросить у Колосовского. Я откуда могу знать? Нет, ну, вы зачли, я с этим не согласился. Все, все-таки, в чем вы признаете меня вообще не вменяем? И диагноз-то вообще, даже если, даже тогда, в 2003 году был такой диагноз, даже если сейчас 2013-й, у меня нету по карточкам проблемы с 2010-го года. И то, те проблемы в 2010-м году, это написано таким вообще унжаковым, правильно? Что я там, что-то говорю, что я богоподобный, там, и так далее. Если бы я такое говорил, я бы оттуда не вышел через 40 дней, правильно? И вот, и когда меня вот тут Соров принимал, значит, да, и вообще, понимаете, вот, когда мне сон приснился, да, как вообще это все это было-то, в смысле, я прихожу в кабинет, меня садят на стул, он сам сидит и рисует, значит, это, разными, значит, это, ручками, ну. А потом, значит, когда я на Колосовского президенту писал, мне Клюкин показывает, зав, значит, древнего покоя, это, говорит, ты рисовал, а я говорю, нет. Но он говорит, вот, и пойми, что здесь происходит. Он мне глазами дал понять, что вот, вот, кивнул, вот так вот. А это нормально, нет? Скажите, вот, волейн... Значит, Сергей Анатольевич, давай мы оставимся на это. Я вам этот диагноз не ставил. У вас это написано в вашей медицинской документации. И там, в нашем заключении, которым вы, видимо, знакомились, так и написано. Если вы не согласны, вы сами или через вашего адвоката можете написать заявление кому-то, прокурору или суде, который будет рассматривать, и вас направить на экспертизу, куда вы захотите. В Курган, Екатеринбург, Челябинск, Москву. А вы знаете, Валентин Данилович, вы знаете? Поставить другой диагноз. Все. Подожите, Валентин Данилович. И у вас будет или вообще не будет диагноза. В Кургане, подождите секундочку. Вы знаете, что комиссия в Екатеринбурге, она стоит не менее 20 тысяч. Мне так сказали просто. Вы понимаете? Ну, в Кургане бесплатно вас проведут. Вы понимаете, у меня вот комиссия Кургана тоже записана, где он не мог сделать такой вывод и сказал, что надо вам полежать в Кургане целый месяц на саноматрасе, значит, на дурачков посмотреть, курить там, я не знаю, по чистовой, но через пять часов. Извини, мне звонят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok